Привет, мои дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала. Это поселок Локалета. Он недалеко, всего 20 минут ходу пешком от того места, где мы живем. Но здесь такой пейзаж просто умопомрачительный. Продолжение следует... Подписывайтесь на мой канал. Здесь будет интересно, увлекательно и доступно всем возрастам. Сегодня мы с вами отправляемся в рыбацкую деревню Локалета. И посмотрим, что изменилось в ней за последние два года. Приглашаю вас прогуляться вместе с нами. В километре от поселка Локалета находится прекрасное гольф-поле на 27 лунок, которое открыто круглый год. А также Локалета славится своими рыбными ресторанами и тавернами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А мы идем по мостику. Вот такой вот мостик. А здесь вот... Речка. Да. Видимо, когда осадки, то здесь или таяние снегу, которых здесь нет. Я думаю, что это может быть дорога для лавы. Когда пойдет лава с вулкана, она вот здесь вот поедет. Ну да, оставили дорожку для вулкана. Очень красиво. Ну, с закатами вы поняли, у нас здесь все хорошо. Каждый день можно снимать новый закат. А сейчас мы посмотрим волны. А вот здесь вот у нас отель под названием Шаратун. Стоит и делай вас! Вот с этой скалой мы снимали закат. А, вот моя любимая бугенвильдая. Да. Сейчас он там будет. Если он сядет. Да, вот это отель H10. Коста-Адехи-Палас. Так что вот мы, Коста-Адехи-Палас, сейчас пройдем рядом с нами. Почему-то только 4 звезды. Да, до 5 не дотянул. А впереди вот Локалета. Вон на мысу. Вот на Талком. Ну, до Локалета тут есть еще один пляж черным песком. Он не очень хороший. Здесь обычно собираются, приземляются летуны на крыльях. Здесь прямо у нас, смотри, здесь у нас целое просто волнение какое. Но на пляжах ничего подобного нет. На пляжах все тихо, потому что волнорезы свое дело сделают. Вот тут уже группа сидит на пляже, встречает закат. Так, ну что у нас тут? Упаковочка идет. О, ой, сколько много парашютистов. Они все у нас упаковываются и собираются на выезд. Вон тут и серферы у нас тут с досками. В общем, тут у нас много движухи на этом пляжике. А здесь проложили такую деревянную дорожку, чтобы не пачкать ноги. О, сколько тут много людей. Они что-то все смотрят. Как он приземлятся сейчас будет? Я его вижу. Вот он. Ну что, пожалуйста, вот он и приземлился. Надо же. Тут прям... Целый невредимый. Тут сколько зрителей. Да. Вон еще один летит. Тут целое представление. Давай лети сюда. Сейчас он к нам летит. А, вот смотри, он к нам летит. Он даже раньше к нам прилетит. Ура! Вот он к нам прилетит. Супер! Ой, еще один летит. Ура! Супер, как интересно у них тут движуха. Супер. Очень красиво. Это один секретарь. Они тут все уже, по-моему, изредны. Ну, тут целая группа. Как интересно. То есть, ты можешь здесь заказать столик на закат. А тут интересно, смотри, зонтик 12. А этот самый, Аска. И вот тут меню еще, видишь? То есть, тут пляж этого бара, я так понимаю. Вот такая движуха тут у нас. Плая Далайна Ромада. Ну да. Да, как-то здесь был полностью дикий пляж. А сейчас уже нет. Ну, почти что в локалете. Здесь мы только что прошли место посадки летунов. Но здесь красиво, здесь энергетика. Да, черные пакеты, это кто? Это бомж, что ли? Да. Он здесь живет? Да. Ну, видите, как всем находится место, и бомжам. Тепло. Да, и летуна. Красота. вот так это выглядит панорама закаты высокое место да по-моему тоже они сделали здесь такой типа площадь красивое место мы сейчас туда выйдем как раз вот к тому место кто вели который не очень нравится не такое местоположение она просто на самом берегу ну что это не не дорогой эти виллы стоят теперь долго когда-то в этой деревне можно было все купить очень недорого здесь кто-то живет да нет из продается я думаю что вы что-то кто-то живет и спит мы идем вот такой маленькой узкой волочке сейчас мы пойдем вдоль берега здесь кругом находится частные дела вот у них такие виды в эту сторону здесь у них паркинг а вот так по 7 лет и вот сейчас мы вернулись специально чтобы посмотреть еще раз этот вид и здесь он просто сейчас освещен закатом прекрасный вид и вот здесь человек а он ловит рыбу он стоит на ужин здесь на камнях прямо вот у этой частной виллы которая тут живет это вилла и вон там такой закат боже мой а он здесь ловит рыбу может быть это его вилла я не знаю а нет вот здесь вот еще желающие поснимать закаты но тут такой закат просто обалденный вот рыбак стоит и ловит рыбу на удочку красота привет дед мороз вот лестница можно там подняться можно пойти к берегу и там есть тропинка пойдем по дорожке тут пройдемся только ты на кактус какой колючий кибана какая красота еще такая подсветка классная на берег ой красиво красота А-а-а-а-а-а. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой закат в локолетии. Да, но набережная здесь такая вот простая, я бы сказала, без всяких изысков. Ну, зато она действительно какая-то уютная, особенно уютная. Здесь все обычные обедают, ужинают. Вот как-то сцветет. Ага, у нас еще не расцвелало. Да. Можно закат снимать с любой точки. Но сейчас солнце уже сядет, к сожалению. Это будет все, что мы успели снять на сегодня. И думаю, что локолетия сейчас погрузится в сон. И все, и солнце село. Здесь вот такие кальмары, креветки, рыбы. Вау, тут просто бушует море. Рядом, смотри. Просто из ресторана снимала. Вот какой запах здесь обалденный. Не хочешь есть, но сядешь. Просто невозможно. Как пахнет вкусно, специями. Ну, все, мы пришли на край нашего променада. Значит, деревня Мкалита. Здесь вот все сидят, отдыхают. Любуются закатами, лодками. Это такая площадочка. Так, все тут умиротворенно, тихонько, не слышно. Кто не может сидеть на балконах, сидят здесь. Вот здесь можно спуститься даже. Здесь можно спуститься к воде. Но вот здесь есть спасательный круг. Но если хотите, можете вот здесь по лесенке. А, и вон там лесенка для купания. Да, да. То есть вон там сделана лесенка. Можно купаться. Чтобы не ходить туда к пляжу. Ну, вот тут улица. Похоже на обратную дорогу нам туда. А здесь мы посмотрим, куда мы пришли. Это последняя точка фактически променада. Здесь уже все тихо. Никто не ходит. Здесь вот таки ветра нет. Да, здесь как-то все стихло. И здесь, по-моему, уже тупик. Или нет. Ну, вот тупиков здесь нет. То есть можно вот здесь выйти. Но если мы хотим к воде, мы можем пройти здесь. Как я иду к воде по ступенечкам. Вау! Вау! Вот здесь окраина. Вон там последняя вилла. А здесь вот просто какая-то неземная картина. Какой-то ландшафт. Просто обалденный. Это все лава? Лава, да. Лава. Когда-то было извержение. А вот это уже мы почти дошли до конца. И вот туда мы сейчас пройдем. И вот там последний комплекс стоит. На горе. Вот такая здесь красивая обстановка. Вот здесь впереди лестница. Там можно просто спуститься и искупаться. Здесь и вот там сделана лестница, и вон там. А там вообще можно, наверное, пляжик. Сейчас мы туда пройдем, посмотрим. Ну, в общем, это такое красивое место. Ну, сейчас уже достаточно темно, да. Сейчас достаточно темно, поэтому мы уже заканчиваем наши съемки и прогулку вечернюю полуколетием. Такая улица. Все загороженные. Напоминает Махалю. Вот это старинная, мне думаю, улица. Ну, да, это старинное Канорское что-то. Потому что тут только улица. Ой, куда-то мы пришли, как будто к людям. Мы пришли к кому-то домой. Да. Пришли к кому-то домой. Ну, что делать? Мы идем тихо. Да, я думала, что здесь есть пляжик. Оказывается, здесь пляжик и нет. Вот здесь. Может быть, здесь есть. Вот смотри, как здесь бурливо. Да, сегодня мы любим бурливое. А вот здесь есть настоящий пляжик. Только очень маленький. Вот мы дошли до конца. Вот это последний комплекс, который около моря локалит. И здесь такое, я думаю, бюджетное жилье. Потому что дома эти довольно старые. Но зато они настоящие Канорские. Вот это пляжик даже. И таких пляжиков очень много на Канорских островах. Если это не очень богатое поселение, не очень богатый город, то пляжи обычно выглядят вот так. Ой, смотри. Мы можем здесь подняться. Смотри. И выйти на улицу. А мы еще здесь посмотрим. Вот это пассио Марти Миссимо. И все, мы вышли здесь. Вот лодочки. Ой, а вот эта штучка. Это, наверное, лебедка. Наверное. Она тащит лодки. И все. Темно. Красиво. Где кролик? Где кролик? А, этот собака-кролик. Ну, вот так выглядит основной райончик. Недалекий. От моря. Он такой спокойный. В ресторанах везде сидят люди. Все так тихо. Никакой громкой музыки нигде. И вот этот комплекс. Вот он прямо к скале примыкает. Бахия. Лакалета. Это тоже тут живут. Туда? А, вот это. Это домой. Они пиццу несут. А, так это нарубленные пальмы. А я не пойму. Думаю, что такое. Здесь пилили пальмы. И вот эти листья. Это отрубленные от пальм. Да, вот так чистят пальмы. И от них такие огромные-огромные листья. Да, вот здесь вот еще что-то строится. Но не один. Я думаю, тут много строится. Потому что этот населенный пункт, то он очень хорошо растет. И жилье здесь пока, я думаю, дешевле, чем все равно на Дальдюке или Лас Америкас. Хотя уже оно выросло очень сильно. Здесь можно построить и виллу. Но, правда, уже не на берегу. Вон там свободных мест много. А здесь спортсменки. Какой там? Халя! Здесь вот такая вот гигантская парковка. Ну вот Балбаб. У нас таких два. Мы знаем, во всяком случае, в нашем районе. Один находится у нас в Идыхе, а второй вот здесь вот в Акалите. Один и тот же проект, я полагаю. И, думаю, вид оттуда очень красивый. Ну и до моря, в принципе, здесь не так и далеко. Конечно, не на берегу, но вполне хорошо. Мы сейчас вот туда выйдем. Вон этот Хавима, вон там. И опять пройдем по берегу. Вот и небольшая вся деревня Лакалита. Все перед вами. Вот такие небольшие населенные пункты. Ну, посмотрите, какие дороги. Посмотрите, какие дома. Посмотрите, какие рестораны, магазины. И вы поймете, что это курорт. Такой же курорт, как все остальные. Вот какое дерево. Магазины. Все очень красиво сделано. Ну, сейчас уже вечер. Естественно, народу не так много. Платочки, носочки. Все красиво, культурно. Вот Лакалита Проперти. Ну-ка посмотрим, сколько тут примерно может стоить вилла. Оливия. Да недорого. Миллион девятьсот восемь. Ну да, вот есть подешевле. Ну, это отстой какой-то. Девятьсот девятьсот, а вот две. Шестьсот пятьдесят. А вот в Сантьяго, пожалуйста. Это за автопистой. Триста двадцать пять. Вот по старой. Да, сюда. Здесь цены какие-то просто залбы шли. Все, мы поворачиваем. К месту нашего обитания. Так, ну чуть не упали. Ну ничего. Хотя мы идем, вот видите, море. Буквально в параллельной улице. Балдеть. Просто рядом. Мы закончили наши съемки. Мы сейчас пойдем обратно на наш маршрутиц. Здесь определенно все. Абсолютно. Вообще, эта деревня намного улучшилась за два года. Пока ковид. По-моему, здесь определенно все привели в порядок. За три года здесь очень много изменилось. Все красиво, чисто, аккуратно. И все променады, все дороги. Все в идеальном состоянии. Все комплексы, я не знаю. И даже променад по пляжу тоже сделали культурным. Ну все, вот уже луна. Нам пора заканчивать. Надеюсь, вы погуляли хорошо вместе с нами. Приглашаем вас еще прогуляться с нами по другим местам. А пока, пока-пока. Чао-чао. Всем удачи. Подписывайтесь на наш канал. Ах, да, действительно. И лайки-то ставьте в натуре. Да, не забудьте. А то и лайки-то, что-то слабо идут. Да. Не забудьте подписаться на наш канал. И поставить лайк. Если вам понравилась наша прогулка, пишите. Этот формат мы можем практиковать и дальше.